Ну наконец-то у нас установилась такая хорошая погода, у нас полили дожди, теперь светит солнце, не будет осадков в последующие 2-3 дня. Все так хорошо, если бы не Белокрылка. Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буду говорить о Белокрылке, потому что многие спрашивают, как идет моя борьба, продвигается, удачно-неудачно. Сейчас все подробности расскажу и расскажу, в чем сложность у меня возникла, несмотря на то, что я выписала в интернете вот этот вот супер-пупер препарат Топеки, который хвалят все. Но сейчас все по порядку. У меня в этом году, первый раз в жизни появилась Белокрылка. До этого я видела ее только на фотографиях, я представляла, что она здоровая, как моль. Оказалось, она маленькая, крошечная, как белая сариночка, крошечная, такая вообще перхоть. Ну и все. Возникла как? В комнате, в садушке, на окне, в перце декоративном. Она там появилась за зиму, я не заметила, вынесла в придомовую теплицу, где у меня вся рассада была. Огурцы в стаканчиках, перцы, баклажаны, томаты. И она постепенно расползлась по всей теплице. И когда я заметила, было уже поздно. Остались без Белокрылки только две теплицы, которые я высадила рано. Все. Потом, когда я обнаружила, я начала собирать сведения. Вот просила помощь зрителей, кто чем, как. Но оказалось, что эти советы мне не сильно подходят. Вот и фумигаторами предлагали, я и повешивала липучие ленты эти липкие. Но у меня создалась такая ситуация, самая-самая, наверное, сложная. Потому что мне же с придомовой теплицы нужно было растаскивать по всему участку эту рассаду и высаживать. Несмотря на то, что я знала, что она заражена Белокрылкой, я унесла перец высадила, я унесла огурцы высадила. Потому что я выписала средство, но оно шло, ну сколько-то там, неделю, например, оно шло. А сроки поджимали и высаживать-то мне все равно надо было. И я вот решила так, что я сначала высажу, потом буду все обрабатывать. Потому что уже она расползлась у меня. Ну, не совсем расползлась. Я вижу, то там Белокрылка одна, то там, конечно, не в таком количестве, что она вот, как это, кишит у меня. Ну, несколько так. Вот высадила огурцы, повешивала липкие ленты, смотрю, 2-3 уже там прицепились, значит, она там есть. Высадила баклажаны, смотрю, тоже одна, другая, она там есть. И вот вчера первый раз я обработала в открытом грунте все. До этого обрабатывать смысла не было. Потому что как, я вот высадила часть, я бы часть обработала, потом остальные бы высадила, еще обработала, все. Вчера была первая обработка. Но не все так просто. Вот у меня спрашивают зрители, а что, вы разве не побороли Белокрылку? Ведь даже с этим средством ТЭП-ПЕКИ, вот когда я изучила его, все, фильм, вот спасибо мне зрительница Иванова, по-моему, прислала ссылку на фильм. Кстати, посмотрите, очень интересно. И там рассказано, что действие вот такого системного фунгицида, оно же не контактное. Это не как дихлофос, брызнула, она сразу умерла. Я обработала растение. Вот сейчас оно должно проникнуть в листья, по всем системам разнестись, вот с этими, ну, как сокодвижения, или как там назвать. Белокрылка должна прийти, отведать, покушать. Потом у нее заболит животик или что-то там случится у нее, там вот это вот все. И еще сколько-то дней она будет жить, у нее там что-то случается, она потом не может больше кушать. Вот эта еда у нее должна быть последняя, вот этот обед с ТЭП-ПЕКИ. И потом она летает, но она уже как теряет такую активность, ей уже не до моих помидор, ей плохо. И что самое главное, в фильме посмотрела про детей белокрылки. Дети белокрылки, они же тоже с обратной стороны листа прицепляются, и они высасывают. Вот этот вот сок-то высасывает, высасывает, листья портятся, все угнетенное растение, и могут они даже до смерти засосать его. Так вот, это дети белокрылки почему-то называются нимфы. Вот сначала они нимфоблуждающие, вот они ходят, ищут, где бы им присосаться. И вот когда они под действием вот этого препарата, у них тоже как у мамочки, что-то там случается, они болеют, и они перестают, теряют способность кушать, сосать вот это. Вот эта сосучесть у них пропадает. И вот они бродят такие по той стороне листа, когда в таком большом показывают в увеличении, их становится так жалко. Я вообще не могу, я пожалела, что посмотрела этот фильм. Вот эти дети белокрылки, представьте, какая у них долгая, мучительная смерть. Они в течение нескольких дней ходят, ходят, они не могут никуда, покушать не могут. И они постепенно, постепенно, они начинают усыхать, их начинает всех скореживать, и они умирают. Для чего я все это рассказала? Потому что некоторые ждут мгновенного результата. Вот обработала я вчера топеки, значит сегодня я должна идти и видеть мертвых белокрылок. Как бы не так. Они еще летают, они первый день будут активны, и второй день будут они уже ослаблены. И только на седьмой или восьмой день они полностью погибнут. И в инструкции написано, через семь дней можно повторить. Потому что я же не уверена, что средство попало везде. Может быть где-то есть белокрылки, и ее дети, нимфы такие блуждающие, которые кушают те листы неотравленные. Они еще могут дать потомство. И вот эта вот одна обработка, вот например в моем случае, в сложном, возможно и не избавит меня от белокрылки. Я буду делать еще раз. Но слава богу в теплицах, вот для раннего урожая у меня там нет, чисто. Хотя я сделала профилактическую обработку. А в открытом грунте, я вот сейчас иду, подвязываю. То там маленькая белокрылка, то там вспорхнет. И вот эта обработка, я надеюсь на нее. Но повторная все-таки нужна. И вот это ответ на вопрос. Зрители хотят узнать, как действенны действительно этот препарат или нет. Умерли ли мои белокрылки. Вот мои белокрылки все еще живые, потому что я вчера первый раз обработала открытые гныки. Потом результат я смогу узнать только недели, через две. Потому что возможно же еще какие-то вот эти вот нимфы блуждающие останутся целые. Еще вылупится белокрылка. Оказалось, что с ней не так просто побороть ее. Но у меня осложнено, конечно, массовостью посадок. Вот вчера мы обрабатывали. Я сына даже попросила помочь. Мы опрыскивали. 15 литров Теппеки сбрызгали вот так вот легко-легко-легко. И не хватило даже. Еще один угол остался обработан. Вот это про белокрылку. Пока что я и мои белокрылки все живы-здоровы. Все, до свидания. Продолжение следует...